И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Олег Аллафгудвин и мы проходим наш тренинг по специальному мануальному массажу. Сегодня, сейчас такой частный случай, когда мы всю спину уже обработали, разогрели и теперь переходим отдельно к лопатке. Либо, если мы работаем только, ну, например, колено сказал только шейно-вортиковую зону, да, туда входит тоже у нас и шея, и череп, и лопатка получается. Потому что трапеция у нас очень большая, она вот тут крепится в верхнюю часть, да, в среднюю часть и нижнюю часть ведет туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Поэтому мы лопатку подготовили, растерли, тут я подробно не буду останавливаться, потому что об этом было в предыдущих видео. Таким же способом, да, вот все растерли и локтем растерли, и промяли, и перешли на кулачки, когда... Открываем ключами шлюзы, и вода потекла, открыли шлюз, вода потекла, все то же самое сделали, потянули трапецию на себя, и подняли лопатку, растерли ее, но так вот мягко падает на стол. Провибрировали всеми нашими способами, какие мы до этого проходили. И вот теперь частный случай, именно с лопаткой. Что мы делаем? Нам надо развернуть голову в нашу сторону, чтобы максимально, да, расслабить, растянуть эти мышцы. Но этого недостаточно. Мы дальше поднимаем руку, заводим за спину, и дополнительно еще растягиваем трапециевидные мышцы. Антагонистом к лопатке являются передние мышцы, и, как правило, это вот дельтовидная передний крючок, да, и малая грудная мышца, на нее вот тут крепится. Вот туда ныряем рукой, и там вот их прорабатываем, и растягиваем. Расслабь, расслабь, расслабь. Растягиваем таким образом, что лопатку крутим сначала в эту сторону, потом в противоположную. За этого напряжем еще, еще расслабься. Сюда отнутим, противоположную. Если лопатка ходит туда, сюда. Соответственно, вот так вот мы с этой стороны растягиваем ромбовидную мышцу. Вот видите, а с этой стороны, когда мы тянем, расслабься, расслабься, она не храпкает, никак не хочет, не послушная, да. А с этой стороны растягиваем зубчатые мышцы, которые опускают лопатку вниз, вот здесь. Теперь растягиваем трапециевидную мышцу, опускаем лопатку вот так вот вниз. Видите, она вот эта поднимается еще выше, как бы раскрывается. То есть вот так вот она поднята, да, плоско лежит. Вот так она раскрылась. Чем ближе локоть к телу человека, вот в этом продолжении, тема, больше она раскрывается. Ижи отдыхай. Сама обработка лопатки начинается с того, что мы вот эту свою половинку тела положили на крестец, и она просто нас отдыхает. Работает практически одна рука. А вторая рука будет за локоть управлять. То есть нам надо растянуть вот здесь, да, трапецию. Она тянет на себя. Надо лопатку открыть, опускает вниз. И вот таким образом она маневрирует, подчеркивает те движения, которые нам нужны. Ну, дополнительно, соответственно, вот мы ее раскрыли. И дополнительно здесь еще раз растираем. Шестеренкой опять нашей, пресловутой лапы леопарда. Растираем. Переходим мягко на локтевую технику, только уже локально. Здесь опять же делаем те же самые спирлевинные движения с декомпрессией. То есть вдоль позвоночника они идут снизу-вверх. Здесь снизу-вверх пошли. А где боковые отростки, там такой немножко упор, удар. Вот это вот место часто бывает везде зажато, да. Ну, тут элеватор с капула, с мышцей идет, который поднимает лопатку. Вот, к этому углу она поднимается, лопатки. И, соответственно, трапециевидная мышца будет загружена. Поэтому это место отдельно проходим, растягивая. И, не знаю, растянули, промяли. Видите, как локт сходит. Дорога легко управляет. Ну, а у тела, по сути, вот она, эта половинка висит, висит нога. Висит сейчас тело через корпус, оно просто расслаблено. Половинка наше тело отдыхает. Теперь прожимаем точки. Соответственно, где крепится ключица и аккормиальный отросток. Там вот заканчивается трапециевидная мышца. Мы вот эту точку прожимаем. По середине этого отрезка прожимаем точку. Дальше на уголке лопатки. И, ну, точек в китайской акупунктуре много. Они тут по несколько рядов, по четыре ряда, что ли, вот так идут параллельно. Нам они все не нужны. Мы просто условно их прожимаем вдоль лопатки. И, соответственно, методом шаацу, как я уже показывал, да, то есть наш палец в ткань ввинчивается и ввинчивается. Если не получается вывинтить, вывинтить, да, то хотя бы нажали и проимбрировали. Давление осуществляем по точкам в сторону тела. То есть перпендикулярно телу. Соответственно, здесь отсюда. Далим туда вот этот лопаток. Опять перпендикулярно. Терпимо. Вот тут бывают болезненные точки. И вот пошли теперь с этой стороны лопатки. Дополнительно, вот дальше свободная часть лопатки, да, там точек нету, поэтому мы просто залазим поглубже, у некоторых там два-три пальца могут залить под лопатку. Мы массируем об наш большой палец, да, большой пальцем руки, лопаткой об него массируем мышцы. То есть вот поднимаем, сокращая их, растягивая под наш палец. Ну, другими словами, как там вот этот, парадокс физики, что считать, берег течет, движется вокруг реки, вдоль реки, или река движется вдоль берега, да. По факту относительно это одно и то же, да, если относительно. Так и тут, либо мы массируем вот так, либо лопаткой, оп, свой палец массируем. То же самое. Размассировали. И теперь особое внимание уделяем трапеции. Трапеция у нас идет, мышцы растут волокна, соответственно, здесь снизу вверх по диагонали, да, здесь вот прямо, а здесь сверху вниз. Трапеция уникальная мышца, которая сама себе является антагонистом. То есть верхний пучок против нижнего работает. Если верхний пучок растягивается, нижний пучок сокращается, и наоборот, нижний пучок растягивается, нижний пучок сокращается. Поэтому мы проходим вибрации кулачком вдоль этих волокон, смотрите, мы тут сверху вниз, до лопатки, здесь поперек, здесь начинаем угол увеличивать снизу вверх. Дополнительно прошли до конца, и в принципе, вот мы ее расслабили, согрели, несколько валиков окончательно можно запустить, и не забываем про крупные мышцы, большая круглая мышца и малая круглая мышца. Их тоже отдельно размассировали, и уводим все наши продукты распада клеток, вот уводим туда в подмышечную впадину, то есть заканчиваем тем, что мягко, медленно вводим лимфу, ближе к лимфоузлам. В принципе, для массажа лопатки вот этого достаточно, но поскольку она уже готова, да, может добавить еще непосредственно мануальной техники, когда мы продавливаем ребер на поперечном сочинении вот эти вот, наполнительных разблокируем и снимаем функциональные блоки. Знаешь, каким способом? Умеряем рукой под локоть, хватаем плечо. Локоть, конечно, это плечо свободно. Если напряжен, да, тут подскажите ему, чтобы не надо расслабиться. Вот так вот руку кладет на стол свободно. И упираемся локтем в трапецию. Через трапецию будем давить на верхние ребра. То есть, наше движение здесь, сюда, на нас, а локтем в ту сторону, вот так положено. Пошли до предела и продавили. Если у человека повернут там первый грудной, второй грудной позвонок, да, то можно, в принципе, надавить даже в позвонок. Глобу для этого еще больше можно давить. Вот сюда. Теперь, когда мы переходим на следующие ребра грудные, да, ниже, то наша рука с плеча сползает, сползает, сползает до локтя. Чем ниже тут, тем ниже мы пытаемся отзазить на локти. Но смотрите внимательно, видите, поднял пациент плечо. Плечо должно быть внизу. То есть, плечо придет к столу. Это же упор. То есть, там, с той стороны должен быть упор в ребра. Вот, вертелется в ребра и в противофазе. Это упор вниз, а это упор вверх. Если пациент достаточно жесткий и не получается применять вода таким способом, то тогда одну руку подкладываем под другую, и получается она двойной упор. То есть, это упадаем на себя же. Нажимаем. Ну, естественно, возможен хруст. Траст у нас является самоцелем, до него дойти. Было там все что-то? Не было. Не обязательно у нас самоцелем. Прям хрустим 100%. Но вот мы расстянули, расслабили, это уже хорошо. Бывают восстанавливаются суставы на место без хруста, просто за счет растягивания. Все, после этого мягко заканчиваем, промяли, простучали и протрясли. Так, ну, а дальше? Хорошо, да? Растянули все мышцы, туда и сюда. Все проработали подробненько, а дальше мы еще более подробно будем рассматривать другие части спины и части тела, поэтому не отключайтесь, подписывайтесь на наш ролик. С вами был Олег Лавудвин, и ставьте мне, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии. Пишите комментарии.